В считанные дни остались до мировой премьеры грандиозного ледового шоу «Снежная королева». Международная команда лучших хореографов, фигуристов, музыкантов, режиссеров и художников при активном участии нашего телеканала готовит для москвичей небывало красивое зрелище. Это шоу ТВ-центр обязательно покажет и своим зрителям. Его главным сюрпризом станет «Живой северный олень». Причем нашли его в результате жесткого кастинга в Подмосковье. О том, как трудно быть звездой среди оленей, в репортаже Ольги Стрельцовой. Олень Микки камеру любит, а камера любит его, потому что он хорош собой и талантлив. Как большинство нынешних звезд, приехал покорять Москву из Голубинки, из Мурманской области. За пять лет столичной прописки стал звездой киноэкрана, рекламных роликов, крупных песенных фестивалей. Даже с президентом России на Селегере встречался. Правда, кроме славы, олень приобрел и звездную болезнь. Он спокойный и бывает упрямый, правда. То есть, если что-то ему не понравилось, он никуда не пойдет, будет просто на месте тупо стоять. Завидев этого человека, Микки на месте стоять не может. Выполняет все прихоти. Знаменитый продюсер Дмитрий Богачев предложил ему главную роль в грандиозном ледовом шоу «Снежная королева». Смелость организаторов шоу заключается в том, что до сих пор никто не решался использовать живых северных оленей ни на льду, ни в многочисленных экранизациях «Снежной королевы». Одно дело – анимационный фильм. Здесь все нарисованные. Ну, миленький, пожалуйста. В известном фильме с юной Еленой Прокловой в роли Герды олень тоже был ненастоящий. Неужели это был Кей? Да, это был Кей. Так и получается, что благодаря новому ледовому шоу, до премьеры которого рукой подать, тысячи людей смогут впервые в жизни воскликнуть. Так вот ты какой, северный олень. И хоть роль у Микки не сложная, ему предстоит на специальных санях провести на глазах у изумленной публики Герду. Готовятся к ней все серьезно. Возле Лужникова будет развернута специальная полевая кухня. Ягель в наших краях не растет. Придется готовить особые блюда. Плюс особый вольер. Гримерка оленю не нужна, как выяснилось. Более того, ему просто необходимо все время находиться на открытом воздухе. Ночью олень должен видеть небо и звезды. Соответственно, в Лужниках, где будет проходить наше представление, для него будет оборудован специальный загон под открытым небом. На пейнтбольном поле он будет жить. На асфальте нельзя, потому что холод идет от асфальта. На траве тоже нельзя, потому что он разроет копытами и все съест. Все-таки не забывайте, что это животное. Поэтому такое компромиссное покрытие у пейнтбольного поля. Там есть специальное покрытие, оно синтетическое, но достаточно теплое. Мировая премьера самого необычного шоу в истории с великолепной хореографией, виртуозными фигуристами, удивительной музыкой, цирковыми акробатами, фонтанами, трехмерными шарами и, наконец, лучшим на планете северным оленем состоится в Лужниках уже 17 декабря. Спешите видеть, в том числе и на нашем канале. Микки уже в пути. Ольга Стельцова, Софья Каткова, ТВ-Центр.